е60 это фантастический автомобиль я давно о нем мечтал я давно хотел снять тест этого автомобиля что-то мне всегда мешало у нас было два автомобиля которые у них были проблемы то с коробкой то с двигателем в общем и так и не удавалось и это очередной автомобиль который меня покорил так и так здравствуйте и друзья опять же опять же вот совершенно случайно то есть все снимаем таких экстремальных условиях дождь ветер ну вот так вот получается любители быстрых автомобилей все сосредоточены в москве практически там в трех-двух местах и вот так вот снимаем экстремально наконец-то м5 е60 про е60 мы снимем отдельный ролик то именно вот в рубрике был и там уже по кузов расскажу поподробнее такая ситуация как с 211 кузов сегодня у нас легендарная м легендарная м к которая ну не знаю которая до сих пор наверно сердцах всех настоящих фанатов бмв настоящая часто приходит слышит такие выражения вот это вот это было не то что вот это вот это вот раньше вот машины делали как бы да сегодня на тесте у нас автомобиль 2009 года примерную стоимость конечно владелец не говорит как всегда но в целом бмв е60 на данный момент на вторичке можно купить от миллиона рублей но это не за самые лучшие экземпляры до бесконечности да то есть там ну в 2 они упираются в общем агрегат достаточно интересный достаточно сложный и поэтому давайте вкратце мы я расскажу вам про двигатель потом по салону опять же не будем мы по салону как то вот на чем-то останавливаться и уже там приступим непосредственно к тест-драйву значит вопрос что я думаю они внешне 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 это так все по-немецки грубо говоря обычный седан бизнес-класса но если большие стрихи которые настоящие там ценители м они сразу же распознают то есть это у нас жабры настоящие это у нас огромные тормоза которые видно сквозь там литые колеса и четыре трубы сзади в принципе можно на обычную поставить но вот звук который издает этот автомобиль его нельзя подстроить никак потому что под капотом у нас а что у нас под капотом давайте посмотрим вместе с вами прямо сейчас и так значит под капотом на самое интересное если вы помните мой тест-драйв бмв м3 е92 то в принципе слышали мой разговор о том что как можно в 8 заставить крутиться там до 8 с половиной тысяч то есть представьте тот же самый дроссельной мотор но к нему мы приделали два цилиндра у нас увеличился объем и опять же у нас индивидуальный дроссель на каждый цилиндр в принципе вот этот мотор вот создать в 10 который крутится там до восьми с половиной то есть обычного 8 у нас не крутится возьмите 63 атмосферное мг да там максимум там 7 7 с половиной все это 8 перехлестывает и начинает крутиться я отсюда вот этот вот звук когда 10 цилиндров выкручивается в отсечку это звук неповторимый послушайте новые м5 до которые там в 8 трубовая там уже звук немножечко другой этот разработать высокоопору обороте в 8 в 10 это очень дорого скорость вращения пошли здесь такая же как на формуле 1 поэтому здесь такой дроссельной вот звук выхлопа которая вот нельзя спутать ни с одним другим то есть здесь действительно мотор уникальный это самый дорогой мотор которые компании бмв разработала за всю свою историю вот потом они взяли простое решение взяли в 8 меня турбинами развали блок и начали ставить их на все что едет на 5 литровые иксы там немножко модернизирую назвали м и стали начали ставить на x6 м м5 там если на все остальное на гран-купе в общем вот а это такая уникаль уникальное сочетание опять же сочетание двигателей коробки здесь стоит smg это робот такой же ставим сейчас на приору шучу конечно на самом деле робота здесь не самый как удачный с точки зрения сочетания о надежности здесь есть проблемы с ним по надежностью и комфортного перемещения по городу если вот вы ездили на им спокойном режиме там немножечко он ну вот как бы подтупливать но это сейчас мы все выясним обязательно обязательно выясним вот но по остальному поперечные рычаги спереди многоры чашка сзади сзади у нас активный дифференциал очень дорогая вещь вообще автомобиль в принципе очень дорог по железу он очень дорог и разработка была тоже дорогая то есть но она конечно же окупилась но вот эту машину вот с е60 с обычным там 530 но вообще не ставить рядом это совершенно кузов только совершенно другая конструкция коробки двигателя выхлопа дифференциала то есть машина сама по себе уникальна и кори и ценители боевых очень ценят вот как вот это вот например таких машин в таком свете вообще очень мало естественно есть некоторые детали которые там полировали чуть подкрашивались но в целом вот такую машину найти на красном салоне ну как уверяет дилера таких всего пять мире в таком сочетании просто цвет очень редкий вот такие машины нужно ценить любить если вы например сейчас купите или надо было например купить раньше в идеальном состоянии с нулевым пробегом такой автомобиль то он всегда будет подниматься в цене и реально лет через 10 через 20 он принесет на мой взгляд хорошую прибыль вообще корень конечно печально с новыми емками вся эта ситуация да они может быть чуть быстрее едут может они чуть экологичные но вот этого м задора вот это вот какой-то ну не знаю как это назвать задиристости адреналина здесь вот такого новых нет так что в общем то давайте вкратце про салон и уже поедем кстати вот закрываю капот капот крылья здесь алюминиевая но все сделали для облегчения морды потому что мотор очень ну сам по себе достаточно тяжелый закрываем вот в боевые могут сиденье делать вот сел вот прям вот вы посмотрите все выдвигается автоматически регулировочка тут электропривод всего что есть всего что можно то есть они раньше стоили очень дорого но естественно когда они были новые сейчас они уже грубо говоря кстати эта машина не стандартная чипы vatec бескатный выхлоп вот ну владелец поставил планирует поставить полный выхлоп но пока вот не успевает немножечко и про кит занижение в базе все автомобили шли уже с регулировкой жесткости амортизаторов поэтому в общем опять же задача сделать идеальный седан который вваливает который комфортный это максимальная комплектация все естественно все ешки е60 они это как в м ки были максимальной комплектации вот машина не новая но ощущение ничего не скрипит вот сидишь вот нет какой-то потертости опять же вот алькантара сверху черная что еще надо кроме как алькантары вот а стоит электрорегулировка а кстати от говорил говорил про мощность я даже не сказал да проект мотор не сказала 507 лошадей но здесь примерно 540 520 но это не принципиально по салону значит это такая же е-60 расположение панели ничем не отличается вот но когда мы заводим мотор здесь мы понимаем что мы сидим просто в кузове е-60 да а под капотом у нас просто какие-то демоны потому что здесь не такой выхлоп как на srt как с большой объемники в 8 да как на ягуаре здесь он реально крутится и когда вот в 8 заставляешь быстро крутиться на дросселях это вот что-то такое формальное да есть как вот ferrari вот этого звука действительно но я такого не слышал по ни у кого таких вот моторов не было в свое время в то время вот на rs4 был атмосферник тоже крутится хорошо но это действительно вот у по роботу все просто здесь понятно то есть сейчас в нейтралке автомобиль на ручнике задняя как на тазах ну как в общем помните на приори вам рассказывал практически то же самое вот в принципе все я думаю надо начинать тест драйв и так ну как мы трогаемся естественно машина нейтралки от значит назад она может покатиться то есть робот ну как приора вот скатываемся аккуратненько назад не газуем зачем включать заднюю передачу тишина в машине не скажет что тут 550 лошадей абсолютно абсолютно спокойно так значит дальше переводим в режим d в d1 то есть это у нас овощной режим добавляем газ аккуратненько и в общем то едем в овощном режиме в спокойном без каких-либо там перегазовок сначала оценим автомобиль как он едет спокойненько без без резких каких-то усилий здесь мы можем снизу регулировать жесткость переключения или передач или жесткость работы робота в самом большом так скажем агрессивном режиме удара такие что мало не покажется ну вот в таком обычно е60 только вот чувствуется вот этот рульс с подролевыми переключателями там едем у нас есть проекция на лобовом стекле скорее всего вы это не видите да здесь она очевидна камень какой-то ну лобаучий вот так что в общем тишина абсолютно и едем как вот чувствуется вот в машине едешь вот тяжелая качественная тачка вот ощущение такого огромного огромного веса огромного веса с хорошей шумоизоляции плотно сбитый тяжелый седан вот это вот ощущение даже по рулю вот панели высокая достаточно жесткость кузова для того времени для этого автомобиля у нового м5 конечно жесткость повыше то есть там переключить неспешного режиме вот опять приору напоминает там тоже были неспешные такие переключения с каким-то временем как будто вот грамотный водитель просто бюджет выжил сцепление правильно подождал включил здесь также такое же ощущение какого-то спокойного и по города на ней можно ездить климат работает подвеска не жесткая то есть абсолютно то есть все вот как вот здесь руль легкий достаточно тут и девушка может ездить даже в принципе зимой актуально здесь стоит активный дифф задний и он как бы поможет нам передвигаться по скользкому снегу то есть у нас будет вращаться идентично вот поэтому здесь если мы например нажмем на кнопочку и сразу нас включится режим ручной так скажем то уже немножечко настройки меняются и меня так бог сейчас поддержка боковая хоп вот так вот сейчас мы в повороте она мне надусим и как будто ладошкой так немножко сзади приобняла так знаете очень такой приятный как будто автомобиль эти заботятся то есть но что можно сказать действительно автомобиль дорогой качественно сделан даже вот когда мы не даже вот даже я сейчас не начал гонять вот просто едешь и понимаешь качество как это все классно завидую тем людям которые вот вот любят эту машину она у них есть и они очень ценят или разные конечно есть персонажи которые есть на этих автомобилях у всех разные характеры но мне кажется всех их объединяет любовь именно вот такой к такому замечательному автомобилю это как памятник мне кажется автомобиле строению да еще бмв могла делать классные честные реально безбашенные какие-то автомобили вот тем временем мы подъезжаем светофору но тут уже у нас рыбки пошли чувство я визжать сейчас воду как девушка сейчас я резко на газ нажал и вот с этой стороны вот это вот подушечка так меня сбоку чуть-чуть схватила приятно как будто живое автомобиль мне очень нравится я не могу уже даже сейчас улыбку с лица убрать потому что она какая-то живая живой автомобиль какой-то организм новые бмв такого впечатления не производит не знаю может совокупность каких-то факторов то есть то что сейчас мы так встретили эту машину но что-то есть не какое-то такое душевное вот почему они отъедут до сих пор вот это переключение это вообще ребят это слюной забрызгаю всю переднюю панель но это вообще вы сейчас это видели я не смотрю на спидометр я смотрю просто вот вперед на дорогу это что-то я пока не могу себя вся прийти не самый вроде бы быстрый автомобиль на котором я ездил настолько эмоций какая-то магией что е92 что этот автомобиль производит на меня одинаково ах с подбыванием переключить она мне кажется нереально быстро едет ходом но такой подход прям и мотор крутит во всем обороть во всех оборотах во всем диапазоне а в конце когда красный ох да 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 правильно делаешь а в конце когда она вот к максимальным оборотам подходят это какой-то мини взрыв случается это что-то просто режим кнопка м естественно активирует на злой как бы работа злой режим переключение робота у нас педаль газа становится более чувствительной и по моему есть реакция на рулевое управление да то есть она как бы становится такой озорной но вот это настоящие это конечно сейчас попробуем хоть как-то там может быть ускориться попробуем показать какой-то результат но это ребята я вам скажу но но это нужно попробовать это нужно попробовать всем я советую но не знаю я не конечно сейчас говорить о том что вот этот владелец купил эту машину грубо говоря там говорят за 1.3 за 1.4 за это время он же лям сюда вложил там то есть и причем это не значит машина разваливать ну там занесло в одном месте там вот что ты там что-то хочется какие-то колодки новая еще что-то тут кто-то на вертолете сверху летает вот поэтому в общем ну к сожалению нет у нас на данный момент соперников чтобы реально как-то вот ну есть вот skoda octavia если она на диком бусте там какой-то 2 литра фазой сейчас как с отсечки с лаунча шлепнет будет шлифовать две передачи нас 10 секунд до старта 10 секунд до старта и мы едем опять какая машина какой звук как 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 какой звук какие переключения это просто фантастика и она вот обязательно даже снизу выраем выезжает даже снизу а как на ней можно вольнуть в потоке вы представляете меня покорила еще одна м-ка что могу сказать еще одна м-ка меня покорила даже слов нет одни эмоции и как-то я даже какой-то печальный стал что ли то что мой разум не позволит мне купить е60 потому что это дорого но моё вот чувство к автомобилям оно тоже вот как-то борется но е60 это ребят того стоит конечно сколько стоит сейчас вот робот отремонтировать или перебрать или новый купить ну примерно новая до новая цена не могу сказать даже примерно наступлен с какой-то попытался с нами заехать с класс да но без вариантов сразу же ушли с как только но я еще как бы неопытный драйвер на этом автомобиле но тем не менее ходом поворот не включен а там будет на заранее просто лицо давайте я уже попробовал как-то вот ее ощутить руль стал еще легче кстати удивительно но в м-режиме в боевом а встал он легче может быть здесь конечно индивиду здесь есть индивидуальные настройки до коробка предпоследнем режиме то есть там режим это вот который самый злой который да да но сейчас включение реально очень быстро очень быстро может быть еще быстрее но не надо то есть здесь мы сейчас какие-то рекорды не бьем но но когда просто на не едешь ты кайфуешь что ты можешь да ты у тебя есть вот кстати еще е60 стоит м5 нам будет видно ну gopro шка наверно видно было то есть их много здесь реально машина очень интересная и они требуют конечно денег то есть требует во первых знания потому что вот будет у вас вас будут в каждом сервисе разводить в москве так любят на сервисах разводить вы себе не представляете я столько слышал истории но просто дурит просто вот на ровном месте поэтому у владельцев некоторых автомобилей складывать сложное впечатление о том например что они там разваливаются или еще что-то но здесь нужно реально понимать чтобы уметь содержать правильно свой автомобиль с минимальным затратами что это вообще-то это бомба но тачка есть у тебя которая вот ты хотел бы вот но поменять эту машину на что-то то есть у тебя есть но есть желание купить новую очень красивая ну правда красиво если это там где-то как-то еще спорно ну не знаю мне кажется какая-то баржа то есть она такая утонченная чем-то напоминает 39 кузов вот те легендарные машины 39 до нас так вот на что купить что можно за эти же деньги да даже живее здесь есть какая-то душа внимание ко мне да не вовремя поменял сцепление а деньгами за все платят деньгами сразу но она научит тебя правильно следить за автомобилями пару раз что-то там неправильно сделал потом уже будешь в любой машине но придется денег все равно долбануть наше время к сожалению все стоит денег а с нашим новым курсом доллара это вообще все непонятно сумасшедших денег стоит мало того но денег то все стоит но каких денег да вроде кажется ты покупаешь машину там за 1.2 за 1.3 а в итоге получается что платишь как за новый cayenne turbo например ну образа там на то там или на что-то что я могу сказать автомобиль живой живой-живой автомобиль который прикур при будет приносить нам кучу удовольствия я даже сейчас думаю там да но но думаю там о своем что-то там о жизни но реально автомобиль у некоторых людей в том или как смысл смысл жизни то есть они покупают они живут с ним идут вперед продажи развиваются куда чего-то достигают вместе до их достигает каких-то успехов они улюбят то есть да я считаю что все-таки автомобили которые у нас были владельцы с рт-8 м5 е-60 там амг амг-шные машины егоров даже с 3 люди покупают фанаты автомобилей которые 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 амг-шные ценят не просто автомобиль как средство передвижения как нечто большее как часть своей души как часть своего своей жизни и поэтому люди которые говорят о том что зачем устратить столько денег на машина но никогда их не поймут мне кажется все же всех на что-то объединяет то что мы фанаты автомобилей реальные и которые могут ну логически некоторые траты и некоторые поступки наши со стороны особенно может даже девушкам не понять ну не понять как можно с машиной разговаривать как можно переживать когда она ломается когда что-то там начинает дрыгаться или какая-то чек загорает они не понимают эти переживания поэтому ну что спасибо вам большое за внимание надеюсь эти серии доставили вам много удовольствия и до встречи на следующих тест драйва естественно у нас будет еще несколько интересных серий мы сразу могу сказать сняли все что мы хотели у нас не было huracan у нас не было 458 италии потому что все весь это все получилось экспромтом и случайно то есть они вошли в нас график вот но мы постараемся снять горячие хэтчбеки у нас будет huracan у нас будет мощный 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 гольф р очень мощный который объезжает гтр я думаю у нас будет гтр вот поэтому дальше будет интересно и все таки лето пора жарких автомобилей и зацепа хорошего